Добрый вечер, уважаемые товарищи! Сегодня очередное занятие Университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Государственное регулирование экономики». Ведет занятие кандидат экономических наук Гавшин Борис Николаевич. Пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте, товарищи! Мы сегодня как раз очень хотели, что наш президент почти без 2 минут 4 часа отвечал на вопросы, которые мы задавали в прямом эфире, но и звучали элементы «Государственного регулирования». Но вот если взять из истории, то при любом общественно-политическом строе существует «Государственное регулирование экономики». Если рассматривать вот три общественно-политических строя, это феодальный строй, когда господствующий класс была аристократия, это коммунистический, в его первой стадии социализм с отпечатками предшествующего строя, и капиталистический, то, конечно, после феодального более прогрессивный общественно-политический строй, это, конечно, капиталистический, после капиталистического, конечно, более прогрессивный, это коммунистический строй, в котором мы пережили первую фазу социализма. Но каждый строй давал, в том числе и в нашей стране, и большое развитие, и большой скачок. И при других руководителей большой спад. Ну, если рассматривать феодальный строй, когда господствующий класс была аристократия, у нас, конечно, мы понимаем, что классовый подход – это важный подход в жизни, то наша страна вот при Петре Первом сделала самый большой скачок. Не отправлялись деньги в обшорные зоны, не уводились капиталы, а строились наши заводы, строились судостроительные верфи, корабли, города, прокладывались каналы, как национальная безопасность, в первую очередь, шло на средства на вооружение, и в результате мы даже такую тяжелую войну, как Северная война, которая продолжалась с 21 год, с 1700 по 1721, мы одержали победу. И это все при феодальном стое. Если посмотреть актуальность вот этих идей, да, они актуальны и сегодня. Если сейчас говорят, надо в окончательном варианте перевернуть страницу истории по офшорным зонам, ну, вот, когда-то этих зон и не было. И это был скачок. Но при том же феодальном строе уже Петр Третий, как и сейчас, подражали тогда Западу, подражал Петр Третий, в первую очередь, Германии. И когда русские войска одерживали победу, и Россия вот уже вот-вот одержит победу, подписывается унизительный мир, и, считайте, в дар передается город Кеннезберг, который только вернули в Великую Отечественную войну. Если рассматривать, какие победы и как государственно регулированное шло, при коммунизме, вот, в первую очередь, конечно, опять большой когда был скачок? Это при Сталине. Была построена экономика к 30-му году и действовала до 60-го года. Вот это самый большой был скачок и самое большое достижение и показывало преимущество социалистической экономики перед зарубежными странами. Если рассматривать вот как основной показатель валовый внутренний продукт, то вот мы сегодня слышали Владимира Владимировича, наш валовый продукт составил 0,6% роста. Вот из сегодняшнего выступления. Промышленность шагнула в 1,7%. Ну, если взять вот как социалистическая экономика, то если 50-й год взять за 100%, то в США был колоссальнейший рост валового внутреннего продукта за 10 лет. 133%. Это очень хороший рост. А Советский Союз 244% валовый внутренний продукт. То есть, мы значительно опережали Соединенные Штаты. И, конечно, при таком раскладе, почему и Хрущев думал, что дальше с его реформами еще более быстро и терпы будут. И говорил, что мы обгоним Соединенные Штаты Америки и построим коммунизм, хотя уже коммунизм был в первой стадии. А пошло, наоборот, разрушение. Пошло разрушение. Потом Косыгин-Либерман пошло разрушение. Потом было движение почти нулевые показатели. А в итоге добил всю сталинскую экономику все наши достижения. Это Горбачев. И в 91-м году социалистическая экономика превратилась в ничто. Пошел опять капиталистический путь развития. И столкнулась Россия с теми же проблемами, которые и были перед Великой Октябрьской социалистической революции. И Ленин об этом писал. И в грозящей катастрофе пришли, поставили своих друзей, знакомых, родственников, но никакой программы развития страны не предложили. И это грозит катастрофой. И говорил, что вот и поезда начали останавливаться, заводы начали останавливаться. все то же самое произошло и в наше время. Мы знаем, что около 80 тысяч заводов и предприятий у нас перестали существовать. По тем же электричкам сегодня говорили, что вот и предложили, хотя и Минфин не в восторге, но вынужденная мера, как и Владимир Владимирович объяснил. и обнулили НДС, чтобы как-то поддержать российские железные дороги. На авиаперевозки на 10% снизили. Это то, что из сегодняшнего выступления. Но это какие? Это государственное регулирование экономики при капитализме. Но впервые, вот мы с вами сколько здесь говорили, о программе. И мы говорили, что вот надо опираться на очень хорошую концепцию. Ну мы же сейчас живем при капитализме. Ну давайте по капиталистически и мыслите, что есть концепция социально-экономического развития страны до 2020 года, о которой вообще не вспоминали, а вспоминали мы здесь часто и разбирали ее. И вот наконец-то сегодня в выступлении в ответ на вопрос. И Владимир Владимирович эту концепцию вспомнил. И 2020 вспомнили. И Кудрин Алексей Леонидович сказал, которого называли лучший министр финансов, но страна ведь не была с большими темпами развития. Поэтому сказать, что если на Западе дважды его удостоили высокой премии, ну что ж, у нас Горбачева за развал страны тоже удостоили и высокой премии. Даже Дмитрий Анатольевич вручил к 80-летию за большие заслуги и в связи с 80-летием тоже вручил награду. Но это ж не значит, что и Нобелевский лауреат все вручат на Западе, поэтому это не показатель, что он лучший министр финансов в мире. Но тем не менее, вот сегодня на это вспомнили, что концепция, и Кудрин говорит, что вот эту концепцию ведь не утвердили. А как? Ведь, конечно, это было распоряжение председателя правительства. Это мы с вами говорили, что это пятый уже уровень. И, конечно, где это надо было концепцию? Из концепции надо превращать было в программу развития России на 20% государственного, которое осталось в государстве. Это план, который носит директивный характер. Вот это надо. И вот сегодня к этому вернулись. Это уже хорошее движение в правильном направлении. Но мы понимаем, что ведь не делается так, как делал Ленин. Он поручил, и надо сейчас поручить Российской Академии наук разработать государственную программу на основе концепции, где предусматривается развитие, в первую очередь, отечественной промышленности, экономики и развивать приоритетные направления, в том числе по оборонным заказам и крепить Министерство обороны, поскольку мы знаем, что сильная оборона никто и не полезет. Чуть ослабли, все полезут. Это было и за всю историю извлекать уроки 1812 года, и 41-й, 45-й, и всегда, и сегодня Владимир Владимирович сказал, что у нас два союзника, армия и флот. Вот Сталин регулировал экономику, он понимал, что есть враждебное окружение, капиталистическое враждебное окружение. И надо делать такую экономику, которая не зависела вообще от зарубежных поставок, от зарубежных монополий, от зарубежных государств. И это получилось. И страна развивалась, и Великую Отечественную войну мы выиграли и будем праздновать победу. Это все плоды социалистической регулирования экономики. Ее не поняли, кто пришел к власти от Хрущева и до Горбачева. И при капитализме тоже не понимают нынешние, а что же надо делать при капитализме. Потому что провозглашая либеральную, то есть свободную экономику, тогда по что мы идем? Мы идем, чтобы деньги утекали за границей. И утекают 112 миллиардов долларов утекают за границу. Я вот работая даже в Московском государственном машиностроительном университете, поражаюсь. Это казалось бы, российские вузы, государственные вузы, которые объединил Московский государственный университет инженерной экологии. В МГТУ могли влили в наш государственный открытый университет имени Виктора Степановича Чердамырдина. ЗИЛа нет, ЗИЛ присоединили университет. Вот это казалось бы, уже такой крупнейший университет. А деньги где? А деньги Юниаструм банк. спрашиваю, а вообще чей у нас же коммерческая тайна? И как вообще? Кто владелец? Кто как? И мне банки говорят, да вы знаете, 80% это кипрские банки. Так что это что значит? Наши деньги на Кипре получаются? Вот казалось бы, это что же государство регулирует? если они продали. А у нас же либеральная экономика. Сегодня там один учредитель армянин, другой российский Песков. Ну учредили. так если учредили надо же оставить здесь, так же как на заводах. Вот прибавочная стоимость получили капиталисты и увели за границу. Это же тоже государство должно регулировать. Сколько это должно остаться? Ну пускай, как мы говорили, 90% остаться, а 10% Куршевельти нет. Все сто на некоторых предприятиях. Это не все, но достаточно такие. Виктор Иванович с Михаилом Васильевичем сколько обращались по амориционным отчислениям. Ведь по амориционным отчислениям тоже где бы это деньги бы лежали в банке, это бы обновлялись основные фонды, сколько предусмотрены нормы эксплуатации. Но это тоже не происходит. Теперь если взять по тем же пригородным поездам электричкам, ведь если давали грузовые перевозки, они распространялись и на грузовые сверхприбыльные и электрички дотации были. Сейчас надо субъектам федерации. У субъектов федерации не предусмотрено. Некоторые так ноли дотационные. Поэтому вот государство должно регулировать конечно по какой-то программе. Не в хаотическом порядке, а в плановом порядке. И если рассматривать те же Соединенные Штаты, да конечно там гораздо больше программ, чем в России. Причем это программы увязаны. Они их не кричат, чтобы не понимать. А государственный долг. Вот сегодня и тот же Владимир Владимирович говорил, что государственный долг Соединенных Штатов больше, чем от валового внутреннего продукта получают. Конечно, это угроза всей американской экономики. Такая же примерно ситуация и еврозоника, которая очень здорово лихорадит. И здесь, конечно, надо, чтобы государство этим занималось. Государство должно заниматься, чтобы не либеральная экономика, как Сергей Пугачев, мы говорили о Балтийском заводе, который, если бы не вмешался наш президент Владимир Владимирович, не было бы этого завода, были бы торгово-развлекательные комплексы, жилые дома, никаких бы атомоходов, которые бороздят ледовитые океаны, бороздили. Это сейчас посписывали Ленин, Сибирь, Арктика, которые были созданы на Балтийском заводе. Этого не было. Но это что, это государство должно регулировать. Если Сердюков говорил, что мы не будем несколько лет закупать танков, достаточно танков, то это же тоже государство должно регулировать, чтобы таких заявлений министров, таких олигархов не было, которые излечения прибыли. Если смотреть вот сталинская экономика социалистическая, ни о какой прибыли и не шел и никакого характера прибыли не было. Было физическое увеличение, было снижение себестоимости, производительность труда, научно-технический прогресс. Вот что во главу угла было при социалистической экономике. Это давало, конечно, плоды свои. если наш период сравнивать, то при либеральной экономике не может везде президент в электричке вмешаться, в Балтийский завод вмешаться или к Дерибаске вмешаться, в Пикалево алюминиевый завод. Есть хорошее движение, но он везде не может вмешиваться. Крупномасштабно создаются госкорпорации, авиастроение, судостроение, вливаются государственные деньги, получаются госзаказ. На госзаказ уже и на гражданский самолет МС-21 уже есть заказы, там порядка 140 заказов. Есть на подводной лодке заказы. Ну, то есть государство, а государство это органы управления господствующего класса понимает, что если не будут вмешиваться в государственное регулирование экономики, то все государство пропадет и страна развалится, как разводился Советский Союз. И вот какие шаги надо предпринять? Конечно, надо предпринять в нынешнем государстве, чтобы не было взрывоопасной обстановки. На чем оппозиция играет? Оппозиция играет в первую очередь на недовольстве людей. Но государство это же может напряжение снять? Ведь мы говорили вот допустим о децидентах коэффициентах 10% самых богатых и 10% самых бедных. Что в скандинавских странах при капиталистическом ведении хозяйства в 3-5 раз, по Европе остальное в 5-7 раз, в Соединенных Штатах в 9 раз, а в России в 32 раза. Разница между 10% бедными и 10% богатыми. Это же взрывоопасная обстановка, но эти вопросы надо регулировать. Но если эту задачу в качестве государственной задачи не ставить, ни в программе, ни в первоочередных мерах, то эта взрывоопасная обстановка, подогреваемая различными кругами будет только усугубляться. И конечно надо снимать коммерческие тайны. Под коммерческими тайны большие теневые потоки проходят. И это тоже государство могло бы, но с учетом того, что кто-то получает сверхприбыли, а кто-то влачет жалкое существование, все мы все под единым законом. Каждый человек может каждый день ездить на золотом блюде. Право такое есть, если оно есть. Поэтому конечно под право загоняют. Право это по определению воли господствующего класса, возведенное в рамках закона. И конечно законы подгоняют. Надо амнистию капитала давать под амнистию капитала. Надо какой-то закон, в том числе коммерческая тайна провести. Пожалуйста, вот закон, надо в правовом жить в обществе. И даже на Кипре помните мы говорили на Кипре потеряли там 300 тысяч евро у кого на счету все сохранялись, а у кого свыше объявили, объявили, что будет 40 процентов в пользу кипрской экономики. Игорь Шувалов, вице-премьер говорил, что да, нам очень жалко многих граждан, но государство не будет вмешиваться. и потом сделали 30 процентов отняли, 30 процентов вклада отняли, никаких особо выступлений. Это сейчас набрали ипотеку в валюте, и сегодня очень хорошо Владимир Владимирович говорил, если они в рублях получают, зачем они берут в валюте. Но это же тоже государственное регулирование, это же государство позволило нам, нашим коммерческим банкам, а их около 900 брать и давать в валюте. А где же государственное регулирование экономики, причем жесткое, это же государство есть, целые аппараты, целые институты, университеты позволили потом, да, объяснение, но нельзя же на откуп давать, вот граждане неправильно сделали в валюте, взяли. Поэтому, конечно, роль государства должна быть. И по банковской системе, ведь, конечно, надо сократить количество банков, ненужное количество 900 банков. И если бы, допустим, не кризис Сбербанк, серьезный пакет своих акций продал бы кому-то, это что, мы могли бы тоже получать, если при либеральной экономике также какие-нибудь кипрские купили банки, или еще какие-то. И наши деньги с вами неизвестно куда, или в Америке убыли. Конечно, но это же капиталисты, конечно, должны и вести себя как капиталисты по закону капитала, по самовозрастающей стоимости. И поэтому, конечно, надо как можно больше, чтобы оставалось денег здесь и развития было. Поэтому вот эти вопросы, конечно, государство должно отслеживать. Теперь есть приоритетные у нас с вами это наша национальная безопасность. В первую очередь, это стратегически важные объекты. стратегически важные объекты. Как вообще можно и по порты продавать морские? Как можно вообще? Это же непорядок, если Дмитрий Анатольевич проводит после терактов Домодедова совещание и говорит, так вы разобрались вообще или нет? Кому принадлежит Домодедово? Это на таком-то уровне председатель правительства спрашивает, кому же принадлежит Домодедово и не могли сразу же ни одного ответа дать. То есть настолько коммерческая тайна, настолько теневые вообще ходы сделаны, что стратегически важный аэропорт, столичный аэропорт не могли найти собственника. Поэтому, конечно, государство тут тоже должно регулировать. У государства достаточно много сил. Это и ФСБ, и МВД, и прокуратуры, и следственные комитеты, и многое другое. И, конечно, если в качестве государственной задачи такая была задача, я думаю, и Николай Патрушев ничего не составляет, как секретарю Совета Безопасности вблизи на это посмотреть. Но это остальным, это надо же не в каком-то хаотическом порядке, не какими-то эпизодами, а вот именно в программе, о которой говорил наш уважаемый президент Владимир Владимирович, что, конечно, из концепции нужна программа. И хоть вспомнили, что 2020 никто не отменял, что Кудрина Алексея Леонидовича поставили сегодня и сказали, что вы же тоже в этот совет ходите президентский, который отрабатывает в том числе в первую очередь экономические вопросы, экономически важные вопросы на долгий период. Ну вот здесь Кудрин сказал, это когда-то вы знаете, у Михаила Васильевича он был дипломником, у Попова он был дипломником и прошел школу, но он это очень правильно сравнивает, что надо, конечно, если там у нас предусматривается где-то полтора процента даже на перспективу роста валового внутреннего продукта, а в странах конкурента больше, чем в два раза, то, конечно, при жесткой конкурентной борьбе, а в конкурентной борьбе это не социалистическое соревнование, когда весь Советский Союз работал как единая корпорация при Сталине и все работали на конечный продукт. Разве можно на каком-то предприятии между цехами конкуренции? Никакой конкуренции не будет. Так, как большая корпорация между заводами никакой конкуренции не было. Социалистическое соревнование и все понимали, что все соревнуются, но если все лучше будут работать, в конечном итоге все будут лучше жить. А при капитализме другие законы это далеко не социалистическое соревнование, а при капитализме капиталисты и конкурента пытаются принизить, а если можно уничтожить. это один из законов капитализма. И конечно тогда нас сомнут и уничтожат, если мы будем все время отставать. Хорошо, что у нас сейчас поправились дела, они незначительные, они скачок, никакой не скачок, и мы по темпам развития отстаем от многих стран, и если тенденция это даже прогнозируемая, что будем отставать по темпам, конечно, они еще и уйдут дальше, а мы по сравнению с ними ослабим, потому что все же познается в сравнении. И как только почувствуют в капиталистическом окружении, что они превосходят, то конечно и будут какие-то и действия против России. Ведь санкции, что такое санкции? Ограничения. Всячески вводят ограничения. Ведь ограничения вводят для чего? В первую очередь подорвать российскую экономику. Но если поставили об импортозамещении, вот я достаточно много в Москве нахожусь, и конечно даже наши средства массовой информации показывают. Собянин в конце объявили по осени импортозамещение, а Собянин принимает где-то за неделю или за вид до Нового года большую партию низкопольных автобусов Мерседес для Москвы. на открытый конкурс допускаются в метро, чтобы вагоны метро. Но я понимаю, если бы Матищинский машиностроительный завод он работал на весь мир, ну и какие-то там на какие-то проценты, там 10-20 процентов обеспечивал Москву, ну и метро. Но если он полностью работает на внутренний рынок, и если допустить зарубежного конкурента, то понятно, что будет. Так же, как и у Сердюкова с танками, не будет танковой промышленности, не будет вагонов метро, потому что что значит другие закупить? Это же угроза постоянная. Садишься в аэроэкспресс, аэроэкспрессы связаны из белорусского вокзала в Шереметьево, с киевского вокзала во Внуково, с Павелецкого в Домодедово, все уже висят везде. Наше будущее. Календарики висят и показан двухэтажный поезд, который соединит все аэропорты столицы с вокзалами Москвы из Швейцарии. Ну, какое же будущее? Разве это будущее? И это все проглатывают, все садятся вежливые, безразличные отношения ко всему. Я думаю, вот тут как раз ведь наши предприятия заинтересованы вообще, чтобы было развитие страны. конечно, вот мы понимаем, что есть Шмаковские профсоюзы, есть другие профсоюзы, но вот не слышно вообще серьезного голоса со стороны профсоюзов, чтобы как-то взять ситуацию где-то под контроль. Что выпускают? Если господа капиталисты в национальных интересах решения проводят, тогда эти действия можно поддержать. Если эти действия несут угрозу национальному движению, конечно, это тут же должны рабочие коллективы, объединенные, конечно, в какие-то движения, в какие-то партии, те же профсоюзы должны конечно оказывать какое-то противодействие, должны бороться. И развитие идет через борьбу, какое развитие не идет через борьбу. Но если от этого отступать и только плакаться и не думать а что же делать для развития России, то многие же как продолжали курс вести на зарубежную экономику, так и продолжают. Как учились дети, внуки и вся инструктура у них там и замки и клубы все там так там все и есть. И это укрепляют и это пока не выбить. Если говорят о сталинских репрессиях, то репресс давление. А как без давления? Вот наверное без давления государство никто особо и не вернет. Хорошо, если большой авторитет у нашего президента и если он призвал вернуть. Но далеко же мы понимаем не все капиталисты вернут те сбережения, которые там находятся. Поэтому конечно государство должно вот такие разрабатывая программу должно конечно принимать и такие первоочередные действия. И рабочие должны брать под контроль чтобы было были деньги на замену как мы говорили о марцизанных отчислений чтобы это было и менялись основные фонды вести не будут основные фонды меняться все будет разрушаться и заводов не будет. Рабочее движение может на это требовать? Да. Но вот посмотришь сводится к чему? Только к индексации к увеличению заработной платы а вот чтобы предприятие переоснащалось не 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 очень я слышу может быть вы знаете где такие примеры яркие есть не очень слышно чтобы деньги и в каком объеме работали и как будет развитие ведь по любой отрасли можно тому же рабочему движению потребовать дать программу развития той его отрасли или другой как будут развиваться заводы но нету программы в целом развития страны но по отраслям промышленности это же можно потребовать и посмотреть нет те спокойно выводят а здесь зила не стала ну и все кто боролся ну мы вот боролись мы знаем и я туда ездил и наш Шишкарев Василий Иванович выступали многие другие товарищи выступали первый день на шарикоподшипнике в Москве метро Дубровка второй день у Зила у памятника Лихачева ну там сколько собиралось ну 50 человек ну на заводе же работали десятки тысяч немногочисленные выступления то если бы как-то наше движение не организовало и этого бы не было ушли оставили завод и все вот я даже обратился к министру возил ректора я говорю ну давайте вот сохраним в этом здании на первом этаже прекрасный музей был давайте как в советское время с баланса на баланс передадим студентов которые создают автомобили пускай хоть и изучают там и ЗИС на котором наше вооружение стояло и победили в Великую Отечественную войну там и легковые машины и ЗИС 110 и 115 и последние на которых ездил и Горбачев и Ельцин и все остальные глав государств принимали и на которых этой же серии парад принимаем и все парады на Красной площади вот на этих машинах принимаем давайте мы передадим пускай изучают студенты нет вот музей хоккея пожалуйста там будет торгово-развлекательные комплексы жилые дома метро там будет а вот по промышленности нет поэтому государство должно ставить как товарищ Сталин поставил задачу в качестве государственной задачи за 3 пятилетки было построено 9 тысяч крупных предприятий это был государственный подход это был государственный план причем как социалистическое это регулирование же экономики регулирование экономики и в качестве государственной задачи было поставлено что если план не выполняется это нарушение закона а за нарушение закона отвечать надо по закону это вот при Сталинской экономике Поэтому, конечно, вот такой показатель, это очень важный показатель, спрашивали по развитию, то есть физического увеличения, никакого извлечения прибыли не было, деньги только так носили чисто такой характер более статистический, который отслеживал. А физическое увеличение было, и если где-то этого не было увеличения, то есть в развитии предусматривают это движение от простого к сложному и от малого к большему. Если под это развитие не подходили, тут же был достаточно жесткий спрос, и это не допускалось. Поэтому, конечно, если посмотреть опять на наши капиталистические пути и рельсы, кстати, по рельсам, мы знаем, что вот сейчас рельсы закупают в Японии, и рельсы закупают в Австрии. Р-65, вот самый распространенный рельс, который на наших дорогах, Р-65. У нас Сальнинград, Москва, это японские рельсы, а по стране в основном еще и австрийские рельсы. И даже при капитализме государственных заказов не было, ведь Путиловский завод почему пошел быстро развиваться? Ведь Путилов пригласил, был железнодорожный бум, пригласил ведущих, всех, кто строил железные дороги. Показывал, молот бьет, голландский рельс разлетался, бьет, бьет, немецкий рельс разлетался, английский рельс разлетался. А молот бьет, бьет, Путиловский рельс бьет, бьет, так и не лопнул. И все стали закупать путиловские рельсы, потому что он объяснял, что они дешевле, лучше, но это же отечественные. Но вы видели, что у нас, обладая такими ресурсами, ведь не первичный продукт нужен, а вторичный, который показывает уровень страны. Ведь не только по нефти сырую нефть, а ее глубокую переработку надо, готовый продукт из нефти, но и из металла-то то же самое. Что ж мы, такая страна, которая производит металл и может производить больше, чем кто-либо. Но рельсы-то, ведь можно в качестве государственной задачи, как делал Путилов тогда, и приглашал и царя, что надо приехать и посмотреть, чтобы путиловские рельсы брали. Вот так во всем. То есть государство, конечно, должно вмешиваться во все отрасли, принимать и экстренные меры, и первоочередные меры принимать. А это меры до того момента, когда будет разработана программа, конечно, в первую очередь Российская Академия Наук, которую, слава богу, не разогнали. А Российская Академия Наук подключат ВУЗы и НИИ отраслевые, и тогда мы будем смотреть и будем знать. И рабочее движение подключится, чтобы программа эта выполнялась, и план на государственный заказ тоже выполнялся. Тогда наша страна получит и при капитализме, конечно, не такой скачок, как при социализме, это далеко не социалистическая экономика, но и при капитализме можно шагать вперед и гораздо больше быстрыми темпами, чем они есть сейчас. Спасибо за внимание. Какие вопросы? Борис Николаевич, вы так всегда совершенно истинно называете Путина уважаемым. О, точно. А за что? Собственник. Вот сегодня Сталин был в поличку, он сказал, в руках. Да, он в советскую власть. Но государство неэффективный собственник, это он, как попугай, долго, уже сколько лет. Надо эффективных собственников находить где-то. Зачем? За что вы, какой бы вы ему вопрос задали, если бы сегодня? Какой вопрос? Ну, в первую очередь, я задал бы ему вопрос такой, что, Владимир Владимирович, если вы подписали концепцию социально-экономического развития страны в ноябре 2008 года с развитием до 2020 года, создали клуб 2020, почему вы не спросите с председателя нынешнего правительства, с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, почему из концепции не разработана программа, почему на 20% нет государственного плана, почему вы не поручили это, как делал Ленин Российская Академия Наук, с подключением российских вузов и НИИ. А если вы обесцениваете мою подпись и мое распоряжение по 2020, а более серьезные у нас концепции, никакой, кроме этой концепции, ничего программного нет. Есть отдельные программы, допустим, полторы сотни около, может быть, у нас в Соединенных Штатах, это в десятки раз больше, но этой же программы нет, вот этого в первую очередь, конечно, и надо бы спросить. Ну вот никто не спрашивает, почему. Ну не спрашивают, но об этом все не говорили, это уже немало. Пожалуйста. Я, во-первых, хотел бы уточнить насчет Балтийского завода, относительно Владимира Владимировича и его роли в этом деле. Значит, неоднократно обращались к Владимиру Владимировичу напрямую, через посредников, ничего это никакого результата не давало. Значит, завод спас трудовой коллектив в главе с профсоюзом, которые вышли во все инстанции, какие были возможны, и дошли до объявления всеобщей забастовки, в результате которой, значит, удалось столкнуть, как говорится, этот процесс с мертвой точки. И прибыли тогда и Рогозин, и Козак прибыл, и собрали весь рабочий актив и начали уговаривать. И вот с этого момента вот начал решаться вопрос о возрождении завода. Это вот просто, чтобы... То есть, правильно. У вас вопрос или выступление? Вопрос. А вопрос у меня такой. Как вы представляете заставить частного собственника выполнять государственный план? Потому что у вас тут получилось так, что вы предлагаете при капиталистической системе, при всеобщем господстве частной собственности, государству, которое выражает интересы этих частных собственников, заставить их выполнять государственный план, который... Ну вот, а государственный план тогда должен быть составлен в чьих интересах? Плана-то нет. Значит, еще раз. Спасибо. А если плана нет, то нет. Спасибо. Значит, мы говорили, что план может быть только на государственную собственность, которой 20% принадлежит государству. Хотя мы понимаем государство, ведь это, и Карл Марс говорил, комитет по делам буржуазии. Конечно, это чья собственность? Это, в первую очередь, коллективная собственность господствующего класса. Комитет по делам буржуазии. А это не план, а на 80%. Это программа. Программа развития России. Так же, как сейчас концепция, вот из концепции должна быть программа на 80%. Что касается, в продолжении, то, что Владимир Владимирович сделал. Но если бы не политическая воля, то к 80 тысяч предприятий добавился и Балтийский завод. То есть, это движение в правильном направлении. То есть, мы должны понимать и поддерживать то движение, которое в правильном направлении. И так всегда было. Мы же не в целом как класс. Конечно, как класс он отражает не только развитие страны, но и отражает, в первую очередь, интересы господствующего класса. И он представитель господствующего класса, буржуазии. Но мы же понимаем, что и буржуазия разная. И комбрадорская, и национальная. Вот он все больше и больше у него интересы поддерживает национальной буржуазии. И борется с комбрадорской буржуазией. Его нелегко, потому что он понимает, что другая комбрадорская буржуазия, обладая большой теневой экономикой, обладая большим влиянием на Западе, его могут сместить с поста и не будет Владимир Владимирович. Мы понимаем, а кто может тогда быть? Что, общественно-политический стройник другой будет, если не будет Путина? Социализм придет? Коммунизм? Да нет, конечно. Придут капиталисты. Но могут прийти такие капиталисты, как пришли на Украине. И будут делать все под диктовку Соединенных Штатов Америки, что скажет обком США. Вот что будет же. И, конечно, из представителей буржуазии, которые у руля и которые являются тоже, многие хотели бы на этом должности быть. Конечно, они очень уступают Владимиру Владимировичу. И, конечно, в этой ситуации, конечно, надо поддерживать нашу президенту. Потому что будут другие, Хакамады, Касьяновы, растащат вообще Россию. И мы понимаем, что при том рабочем движении, мы понимаем, в первую очередь, что рабочее движение, но мы понимаем же, вот мы бы с вами, если бы жили при феодальном стройке, мы же сейчас при капитализме живем. При феодальном стройке, конечно, мы бы вот с вами обязательно, в первую очередь, поддерживали Петра Первого, но не поддерживали, как я привел Петра Третьего, его действия. И также при капитализме мы поддерживаем Владимира Владимировича только потому, что это лучший представитель господствующего класса. Все остальные резко уступают, и страна еще будет хуже. Пожалуйста. Еще вопрос, пожалуйста. Простите, вы сказали, что при усугублении ситуации на этом сыграет оппозиция. Простите, а здесь, где сидят люди, которые в трудовой России пишут, советская власть, советский союз, это не оппозиция? Может быть хорошо, что оппозиция сыграет на этом, наконец-то? Вы сказали, что иначе будет взрывоопасная обстановка. Так может быть хорошо, и может быть вот эта вот самая оппозиция придет в власти? Заметно, что докладчик заранее считает, что в случае смены власти будет только Хакамада, и только Навальный. То есть заранее, априори считается, что никакой другой оппозиции нет. Для чего же эти газеты, для чего же они... Вот. Здесь, значит, не оппозиция. А скажите, пожалуйста, при парламентской демократии, вы что, буржуазная демократия, вы что считаете, что созданы советы альтернативные? Так что же мы их не создаем? Что же вы здесь лекции читаете? Может быть надо разделиться по двое и пойти на преселение, и отдавать заеду 23 года? У нас тема о государственной регулированной экономике. Поэтому государственной регулированной экономике... Пойдемте вместе, вдвою. Одна не пойду, а с вами пойду. Скажи, скажите, скажите, а можно ли вам вопрос? Скажите, пожалуйста, развести ли от части к целому или от целого к целому? И так, и иначе. А, да, иначе, да? Это я правильно понимаю? Вот ребенок рождается, рука родилась левая, потом правая. Жизнь однообразная. И так, и иначе идет. А в целом, в целом. Вот если развалить Советский Союз, ну и что вы придете к власти? Все уже. Прибалтика уехала, Украина уехала. За Кавказские республики уехали. Среднеазиатские ушли. Так вы не судействуете. Зачем вы тогда лапшу на уши вешаете? Мы говорим о государственной регулированной экономике, которая при социализме, при феодализме и при капитализме. И как Ленин... Без смены власти. Как и... Вот Ленин, Ленин в своей работе... Ленин для вас авторитет или нет? В своей работе «Грозящая катастрофа и как с ней бороться», которую написал в июле 17-го года. Он говорил ни о какой смене власти. Он говорил, что буржуазия должна делать. И если буржуазия это не будет делать, это грозит катастрофой. Это грозит катастрофой. Или придет другой господствующий класс, что и произошло. И мы сейчас об этом говорим. Что это грозит? Если вот это не будут делать, и будет наша страна оставлять, да, по-менее это грозит катастрофой. И как Ленин предупреждал, так и мы в нашем формате тоже предупреждаем буржуазию, что это надо делать. Иначе это грозит катастрофой. Или придет другой господствующий класс, и смена будет класса. Да, последний вопрос. Выступление. Пожалуйста. А кто регулирует у нас во власти государство? Вы говорите, государство для регулирования. Какой орган регулирует? Орган. Орган, а не власть. Орган. Есть исполнительная власть, есть законодательная власть. То есть можно, вот мы говорили о распоряжении, которое вышло, концепция. Вот можно на уровне исполнительной, распоряжениями, постановлениями регулировать. Концепция. Это уже подразумевает регулирование экономики? Подразумевает. Что и сделано исполнительной власти. Также можно на уровне законодательной власти. Вот у нас четыре ведущих партии. У нас четыре ведущих партии обсуждали не длительное время. Куда стрелки перевести? В каком регионе вперед или назад? В каком месте пить? В каком месте курить можно? И сколько? Вот это обсуждали очень долго. Но никаких таких решений на законодательном уровне, чтобы, допустим, оставляли здесь прибавочную стоимость, господа капиталисты. Чтобы по маркционным отчислениям, о которых мы говорили, чтобы в ранг закона ввести. Законодательный орган это же законы делает? Какая партия проявила инициативу, несмотря на наши все движения, чтобы на законодательном уровне ввести в ранг законы, чтобы аббрационные отчисления оставались только в том объеме, сколько предусмотрены нормами эксплуатации. Чтобы не разрушались наши заводы, а менялись основные фонды. Чтобы группа производства, средств производства шла опережающими темпами. Ведь производство средств производства, те же станки оборудования, 3% у нас от советского уровня. Вот исполнительный и законодательный ввести. Это очень эффективные органы. Но надо, чтобы они это делали. А под нажимом рабочих они могут делать. Ну, достаточно вопросов. Спасибо, Борис Николаевич. Спасибо. Преступление. Ну, давай просто... По теме занятий государственной регулировки. Так, я хочу... Не-не-не, вы возьмите микрофончик вот сюда. Куда выходи? Или туда. А я сейчас... Может, не все знают, ты по готовому прокату. Но вот именно, когда что-то такое большое выпускать надо. Это можно сделать. Но дело в том, что в магазинах-то была пустота. А народ это видит. 78-м. В 78-м году, когда вы в Америку съели, он приехал и говорит, что эти сволочки уже коммунизм построили. Потому что у нас что-то было? У нас было соцсоревнование. Но это именно вот это... Как вам сказать? Бессмысль, туфта, формальность. А вот конкуренция, она позволяет развиваться. Поэтому я не пришел к другой модели. Кооперация. А тут уже другие трудности. Вот Вадик Горбачев там виноват, Хрущев. Но не забывайте, Россия это самая такая аномалия. Как вот эта экономика звать? Когда деревня опустела. Молодежь просто кинулась в города. Вот почему деревни стали такие. Это Франция там, сел через полчаса в городе. Приехал назад, опять в свои деревья. А в России надо сколько суток нестись. А молодежь неинтересно было в деревнях-то жить. Вот куда. И вот еще Вадик Горбачев там виноват. А вот это все. Тут намного сложнее. А простое, что как же, подай ему виновату. Кто развалил, как было хорошо. А тут глубинные какие-то процессы искать. У меня уже все. Кто же желает выступить? Так. Смотрим. Ну, пожалуйста. Во-первых, поблагодарить надо Бориса Николаевича за то, что он осведился за такую тему взяться. Тема действительно трудная, но осуществимая, если это в рамках советской власти. Я вот хотел ему вопрос задать, Борису Николаевичу. Почему же не хочет наше правительство планировать, планы составлять, государственные планы экономики? Почему? Видимо, потому что за них надо потом отвечать. А отвечать-то они не очень-то хотят. Вот они сегодня, Путин выступая, и все нахваливают. Вот мелкий бизнес, вот мелкий бизнес, вот им нужен мелкий бизнес. А Ленин что говорил? Единая капиталистическая монополия, но обращенная на пользу всего народа, и потому переставшая быть капиталистической монополией, означало бы социализм. То есть, если будут созданы крупные заводы, если у нас будут монополии определенные развиваться, где будет много рабочих, где можно будет среди рабочих найдутся активисты, которые создадут профсоюз, профсоюз, забастовочные комитеты и начнут пробивать советскую власть. Поэтому, вот я сегодня недочитал немножко статья, вот он про Иркутский авиазавод говорил, там показывали, не он, а показывали студенты. И вот выступает лидер профсоюза, говорит, что мы постепенно начали пробивать этот вопрос. То есть, когда будут созданы профсоюзы, я уже сказал, забастовочные комитеты, и тогда может будет. Поэтому они не хотят не планировать, не хотят создавать крупное производство, чтобы им не руководить. Они спихнули кому-то, и это частная собственность, она будет действительно, пока будет частная собственность, мы наверняка все догадываемся, до тех пор и будет коррупция. Мы же видим, они же не могут и вылезти с этой коррупции. За 20 лет они уничтожили население, нету никакого долгого развития. Только сегодня сказал, что уже средний возраст мужчин и женщин у нас 71 год. То есть, это есть или нет, но уже начинается якобы. Поэтому, вот здесь вот и Борису Николаевичу желательно было подчеркнуть, что именно создавая профсоюзы, создавая советы, и этим самым только можно вылезти из этой двери. А пока будет наше правительство, на этом же будем еще идем ниже, ниже, ниже. Поэтому у нашей рабочей партии России есть такое мнение или определение, что пока не будет создана советская власть, до тех пор и будет Россия, может вообще и погибнуть. Что, извините, господин Сержин. — Я тут прочитала в газете «Родовая Россия», «Родовая Россия», читаем мы, да? И здесь у нас статья показана. — Да, вот. И меня вот интересует, действительно, вот такие сегодня тоже отзывы о Путине хорошие, кое-что я там слышала в выступлениях. Прям восхищаются, ждут от него таких успехов, от Владимира Владимировича, так называем, Путина. Ждут, а что могут? Вот он даже не может повлиять на ситуацию с Украиной в части кондитерской фабрики Порошенко. Не могут. Они два друга сфотографированы, дружат, у них общие интересы. Война идет. Какая дружба у Сталина не было, никакой дружбы с врагами. У него четко было, его уважали. Даже враги, как известно. А здесь какая дружба, и от него еще ждать какое-то там регулирование. У него авторитет дутый. Народ просто-напросто захвален с экранов, и все. А эффекта никакого. Я даже не хочу, чтобы мне тут что-то отвечали. Это все понятно, как информация. Для чего дружить с врагами во время войны и устраивать им тут еще выгодные сделки по кондитерским фабрикам. У нас своих кондитерских хватает. Сейчас у людей нет. Ну давайте заканчивайте. Я еще о советской власти. У Путина очень много заигрываний с советской властью. Вы идите сюда, скажите, есть порядок. Микрофон. Извините, пожалуйста, дорогие боги. У нас на записи идет. Не надо, не надо, не надо. Пожалуйста, не надо. А тут есть микрофон. По ста пунктам возвращает советское. Все эти детальюшечки. У нас просто Советский Союз без Советского Союза. Чего же главного нет. В Советском Союзе прибыль принадлежала народу и все шло в копилку народу. Здесь прибыль команде и распределение дохода. И для этого нужна советская власть. Совершенно верно, политическая воля. Путин же подтвердил свою верность либеральному направлению. О каких надеждах на уважаемого товарища Путина, господина, может быть, речь после этого. Правильно сказано. Извините, пожалуйста, враги, соперники, недруги. И по поводу советской власти. 23 года. 23 года можно было создавать Советы. И нужно было, если это является условием возвращения советской власти. Что же делают, уважаемые товарищи? Обсуждают регулирование государством экономики. Кстати, это государство тоже капиталистическое. Регулирование это будет капиталистическим государством, капиталистической экономики. Оно же от этого социалистическим не станет. То есть, ну... Ну все, простите. Так, ну давайте, заканчивайте. Давайте, последнее выступление, пожалуйста. Сходите. Президент этот, конечно, не наш. И правительство это не наше. И трудовая Россия никогда с позиции наш президент, наше бурдазное правительство, не выступало и выступать не будет. Здесь представлены... Нет, идут тут товарищи от рабочей партии России. Они высказывают свою точку зрения, свою позицию. Подводят научное обоснование этой точки зрения. Мы знаем прекрасно, что Белоруссии преобладает государственный сектор. Вот там как раз государственное регулирование буржуазного государства более выражено, чем в России. В России сейчас ситуация такая, что нужда горькая, то, что Запад отторгает и хочет проучить санкциями и всякими прочими угрозами, заставляет их сейчас браться за государственные регулирования. Нужда их заставляет. Они хотели быть ночными сторожами, а рынок должен был сделать все. Сейчас фактически, вот на этой волне, на которой нам хвалят Путина, вместе, так сказать, с обретением Крыма, который используется для того, чтобы сделать из него некую новую личность, которой поклоняются, нам в этой ситуации пытаются втемяшивать, что ничего другого и никого другого быть в руководстве не может. Если товарищи, считая себя коммунистами, пришли к выводу, что буржуазный президент – это лучшее, что сейчас может быть, если они пришли к выводу, что буржуазное правительство – это лучшее, что может сегодня быть, то они просто не замечают, как они уже плавно превращаются вне коммунистов. Это моя точка зрения. Это не точка зрения товарищей, так сказать, которые попросили вас здесь выступать. Я думаю, что когда наши союзники выступают, я считаю нашими союзниками, союзниками РКРП, выступают в стенах, которые, так или иначе, люди воспринимают как нашу партию, ну, оговоривайтесь тогда, говорите, что это ваша позиция. Иначе получается, что этот человек пришел свежий, и ему непонятно. В газете пишут одно, здесь говорят совсем другое. Честно говоря, с вами можно было бы очень серьезно подискутировать на эту тему. Ну, с моей точки зрения, это определенный правый уклон. Вы начинаете выступать в защиту существующего строя, потому что может быть хуже. Ну, так извините меня, можно было и во времена мировой войны, когда Владимир Ильич выступал за обострение противоречий, можно было выступать с позиции, помните каких, да, с которых выступала вся социал-демократия, которая стала правой буквально в несколько месяцев, которая выступала в защиту своих буржуазных правительств, за их победу, потому что там любая смена власти могла привести к тому, что буржуазное правительство рухнуло бы, и на его месте образовалось неизвестно что. Но нам-то с вами известно, что должно образоваться на месте рухнувшего буржуазного правительства. Из страха того, что придут правые, из страха того, что придут правые, получается, что мы не замечаем левых. И левым говорим, сидите, ребята, тихо. Коммунисты это не имеют права делать. Выявили одного, кто посередает с позицией. Ну, во-первых, я должен отметить, тема, которую сегодня раскрывал Борис Николаевич, государственное регулирование экономики, один из ключевых вопросов, и одна из серьезнейших проблем нашего развития, современной, сказать, России. И то, что она вызвала такую острую дискуссию, это как раз и подтверждает. Я тоже хотел сделать несколько замечаний. Несколько замечаний, в том числе и по той дискуссии, которая здесь развернулась. Вот мы должны все-таки два подхода иметь. Первое, это не с того рассуждать, как нам хотелось бы, а исходить из реалий, которые есть. Это первое. Второе, все-таки смотреть с точки зрения диалекции и развития. Вот как развивается капитализм. Ведь он же так же развивается. Развивается очень просто. Начинается с эпохи свободной конкуренции, затем на смену его приходит регулирование экономики, государством и монополиями. То есть капитализм в России, он ведь тоже развивается или разрушается, в зависимости от того, куда нас поведут. Туда? Нет, на 200 назад. Либо делают попытки идти вперед. У нас сейчас видно среди правящего класса, как минимум, две группы. Первая группа, это открытые либералы, которые, так сказать, говорят, свободный рынок все решит и тянут нас на 200 лет назад. Вторая группа, которой вы совершенно правильно говорите, вынуждены делать определенные действия по развитию капитализма, по государственному регулированию экономики. При этом они постоянно твердят, что это вынужденная мера, это временная мера, а наш идеал – это тот самый капитализм свободной конкуренции. Так вот, давайте оценивать, чьи действия и какие действия. Объективно нужны развитию капитализма и развитию рабочего движения. Те, которые разрушают капитализм, или те, которые его все-таки поддерживают и развивают. И никто не говорит о поддержке президента, он представитель правящего класса. Единственное, я с одним моментом мог не согласиться, но думаю, это ваша оговорка, что надо поддержать Путина. Да не Путин надо поддерживать. Путин не падает. Действия Путина направлены на госкорпорации. Эти действия поддерживают. Я и говорю, что это была оговорка. Значит, и не надо скатываться на то, что нам говорят по телевидению и по радио, пытаются в голову какие-то подъездки и прочее, прочее. Мы должны оценивать. Вот если президент подписал какой-то документ в программу развития России, она будет способствовать тому, что капитализм будет развиваться, капиталисты будут строить заводы, на этих заводах будет рабочий класс. Это единственная материальная сила, которая способна совершить переворот в капиталистическом уществе. Это в наших интересах. Поддержим эти действия. Если подписывается документ о создании объединенной космической корпорации или объединенной судостроительной компании, это в интересах развития рабочего движения. Интересы. И очень хорошо. Это первое. И второе. Нам хотелось бы... Какие левые силы-то? То есть левые силы, вы знаете, это те, которые поддерживают и в программах них, и в действиях диктатуру пролетариата. Все остальное, это по названию левое. Но никаким левым оно не является. А реальность у нас какая сейчас? Либо вот то, что есть, да? Попытки, какие-то отдельные попытки поддержать, скажем так, демократическое направление капитализма. Либо открытая террористическая диктатура, что случилось на Украине и были попытки у нас. Значит, давайте выступим против тех капиталистов, которые выступают, или пытаются, так сказать, сохранить буржуазные, демократические нормы. Значит, что, давайте поддерживать открытую террористическую диктатуру? Я думаю, это совсем неправильно будет. Спасибо. Ну, заключительное слово. Ну, у нас особенная дискуссия. Вот, это хорошо, что мы в нашем формате обсуждаем регулирование экономики. Вот, если бы на законодательном или исполнительном уровне, вот так, как мы с вами достаточно жарко обсуждаем дискуссии, я думаю, и в голову приходили какие-нибудь все более и более правильные решения. Что касается поддержки того или другого, никто не падает, не их поддерживают, а поддерживают действия, если они правильные. Если это действие неправильное, эти действия не поддерживаются. Если говорить о товарище Сталине, там говорили, вот с Порошенко, Владимир Владимирович сфотографировался, но товарищ Сталин тоже сфотографировался, и с Черчиллем, и с Франклим Делана Рузвельтом. И что он поддерживали вот объединенную коалицию, которая действовала против фашистской Германии. Но это на каком-то периоде. Это надо было поддерживать, или этих союзников надо было исключить, и уже по классовому принципу отстранить. И что бы было? Победа, это сейчас 27 миллионов погибло, называется цифра. Я думаю, погибло бы еще гораздо больше. Да, мы выиграли бы войну. Советский Союз, а Советский Союз надо рассматривать как историческая форма существования российского государства. Конечно, наша страна одержала и одержала бы победу, но с большими усилиями, с большими еще жертвами. Поэтому, если действия это совпадают, то это да. Если рассматривать капитализм, то у нас, Виктор Иванович очень правильно сказал, ведь капитализм тоже развивается. Если, как он сказал, на 200 лет, так это какой капитализм? Да как Вадаму Смита. Действительно, открытая конкуренция. Но капитализм за эти 200 лет прошел достаточно далеко. Какой сейчас капитализм? Сейчас государственно-монополистический капитализм. Это самое высшее развитие капитализма. После государственно-монополистического капитализма уже социализм идет. Все, уже больше никакого капитализма не было. Он достиг своего окончательного развития. Если, мы говорили, развитие идет не от части к целому, а от целого к целому. Если части все не соберешь, вот и Советский Союз, представьте, какие усилия надо, чтобы собрать. Это и нереально в ближайшее время. А Россия развалится. Где вы будете, какие советы, и Россия не будет, как Советского Союза не станет. Все расчленят. Поэтому действия капиталистов, направленные на развитие России, а Владимир Владимирович, именно он сохранил Россию. И мы говорили, сравнивать с феодальным строем, мы сравнивали, мы же для чего сравнили, что лучший лидер при феодальном строе был Петр Первый, при котором развивалась страна. Это же не говорит, что вот давайте к феодализму. Или давайте, как в Америке, между севером и югом война шла между капиталистами, на, где создали свою партию, республиканскую партию, или юг, который рабовладельческой партией назвали демократической, то есть демос народ, кратия власти, что вот у нас самая большая демократия, потому что действительно, только при рабовладельческом строе самая большая демократия. Нет больше нигде демократии, чем при рабовладельческом строе, Потому что рабы – это какой класс? Он противоположный класс господствующему классу. И этот класс считался не народом, а говорящим работающим орудиям. И, конечно, давайте рабовладельческой. Да нет, нам надо говорить, что если мы говорим о государственном регулировании экономики, то каждый общественно-политический строй имел своих героев и имел своих неудачников. Поэтому при социалистическом ведении экономики лучшее регулирование, конечно, было при Сталине. Потому что наша страна достигла самых больших успехов. И в результате этих успехов мы выиграли Великую Отечественную войну. Если говорить о прикапитализме и нынешнем капитализме, то, конечно, самый из всех лучших лидер, как Петр I при феодализме, как Сталин при социализме, так при капитализме самый лучший Владимир Владимирович Путин, действующий президент. Но это не говорит, что это самый прогрессивный строй. И мы подчеркнули, что это государственно-монополистический капитализм, который является уже последним капитализмом, который может быть. Дальше идет коммунизм. А к коммунизму идти, и разы наши действия... Надо, чтобы разрушались наши заводы. Вы где хотите? На улице создавать? Создавались всегда на предприятиях, на крупных заводах и фабриках. Если наши капиталисты будут прибавочную стоимость, о которой мы говорили, не уводить за границу, а хотя бы 90% оставлять здесь, то будут развиваться наши предприятия, будет развиваться крупная машинная индустрия, а на этих заводах как раз и будут созданы советы, которые, может быть, когда-то и повторят тот приход советской власти, который был в 2017 году. Ну, эти действия мы должны же поддерживать? Конечно, должны поддерживать. И об этом у нас... Я думаю, мы по этому вопросу очень хорошо, чтобы вы дискутировали. Очень хорошо. Если бы все вот так думали об экономике, больше мыслей приходило бы в голову и больше воплощений было. И наша страна больше развелась. Спасибо за внимание. Следующая лекция Виктор Иванович объявит. Объявление. Три объявления начали. Первое. Следующую неделю, следующий четверг занятий не будет, потому что в среду, 22 апреля, состоится вразилие традиционной ежегодной ленинская конференция. Я напомню, что отъезд от станции метро «Черная речка» автобусами третьего парка... Во сколько? Без 15 и 10 сбор, в 10 отъезд автобусов по 11 часов начала конференции в федеральном корпусе «Шалаш» Владимирович Алина. Второе объявление. Значит, еще через неделю у нас первомайская демонстрация. Поэтому в четверг, 30 занятий не будет. Я думаю, все мы готовимся к празднованию первого мая. Встречаемся 7 мая, четверг, то есть через две недели. Это здесь? Здесь. А 22 апреля на конференции? Все, спасибо. Спасибо. Спасибо.